Мастерская Игоря Шатхана представляет Из архивов Театральной библиотеки Санкт-Петербурга Августа 10-го дня, лето 1902-го Дозволяется купцу второй гильдии Тумпакову Петру Вианоровичу Застройка земли, именуемой Измайловским садиком, что по левому берегу Фонтанки Подустроительство ресторации и прочих увеселительных заведений по усмотрению владельца Подпись, градоначальник Санкт-Петербурга, генерал-лейтенант Клегелец Продолжение следует... Открытие сезона Гран-концерт Дивертисма Варье В программе Певица романцев, госпожа Мандраже Богатое оформление, роскошные костюмы, бриллианты В чужой постели Исполняет известный женский имитатор, приглашенный на один только сегодняшний вечер Негр Николай Васильев Грандиозный цыганский концерт Монстр Под личным управлением известного цыганского дирижера господина Штейн Квартет оборванцев Исполняют любимцы петербургской публики братья Мерцаловы Полет на зубах Через весь сад Над головой у публики И многое-многое другое Из хроники Мировой судья девятого участка Привлекает к ответственности артистку сада Буф Жени Гопкинс За неприличное исполнение номера Танго Наркотик Вот такая программа Шла в Измайловском саду Много-много лет назад Сережа Что, действительно так вовлечены историей Измайловского сада? Болею этим Десять лет уже Да не только я Очень многие артисты А недавно заболел этим и классик-центр Я скажу так, что для меня это была попытка понять Лично самому понять И может быть вот Сережа тоже внутренне была эта попытка Понять Вот как люди сидят, скажем так, на золоте На золоте истории В архитектурном ансамбле Замечательно И всегда жалуются И, наверное, я к ним тоже отношусь Жалуются, что вот если бы были деньги Если бы были люди Которые бы это все возродили Тогда бы мы что-то такое смогли бы сделать И мне кажется, что Эту позицию очень удобна А вот тут вот Вдруг В течение месяца Собрались люди Собрались актеры Актеры Знаменитые Просто звезды Собрались Собрались фирмы Потому что мы думаем О фирмах О бизнесменах О том, что у них вот Тех трех грамм Которые теряются Которые называются Слово душа Что у них этого не существует А ведь три грамма У каждого человека существует И какой бы ни был Бизнесмен Как бы у него не мелькали в глазах Миллионы У него три грамма Остается Вот смотрите, что получилось Звезды пришли Выступали? Выступали Пришли господа бизнесмены Которые помогли не деньгами Не деньгами Каждый что-то от себя принес Сюда В свой праздник Я пришел отдохнуть Я от своей фирмы Сюда Принес вам торт Большой торт Как сделал, скажем Концерн ВМБ Или я вот Принес шары Шары принес Я сделал для вас фейерверк Получилось Потрясающее зрелище И оказывается Что не надо Ждать того Что кто-то придет Добрый папа Мэр Собчак Или кто-то И мы, если бы у нас были деньги Измайльский сад Для меня Очень многое значит Потому что мы здесь Делали один из наших Первых клипов Черный пес Петербург Мы это снимали Вот в этом зале Как-то Была полная разруха Это был склад Как я про себя сказал То есть он похож на Внутро Петербурга Внутри был очень Пропыленный Кресл Хлам Театральный Всех времен и народов Я знаю, что в этом зале Перевыдающиеся люди Поступали Играли В общем-то Нужно спасать Это класс Ну это все понятно То есть я не хочу Говорить банальность Это же было самое известное Место Петербурга А когда вы слышите Вяльцеву Там, скажем Шаляпина Что? Вот есть причастность Какая-то? Хотя вы совсем другой человек Ну, к сожалению Не так много культуры Только честный Только честный, да? Не так много культуры Конечно Я все-таки Конечно Но с другой стороны Наверное, да Если честно Наверное, да С другой стороны Я очень скромный человек И по крайней мере Стараюсь Им быть Поэтому Не знаю Где же здесь пепельница-то, а? Нет, ну давайте У нас попадаем У нас пепельница Не хорошо, да? А я сейчас понесу Удивим за свет Прочту десяток книг И натирую бельвет Я выдавлю прыщи И парлам постригу Травяной антиколом Для рожек берегу А в гастроном с утра Войду, как человек И корешам на то На то Я придю чек И с этим вот таком Пойду к себе домой А клава Волкер Воскринет Боже мой Ну а вообще Вот Культура и Россия Сегодня Это, конечно, такой глобальный вопрос Я зря, наверное, вас мучаю Ну вообще Вот с вашей точки зрения Все говорят Помирает, умирает А ваша точка зрения Брехня Ну Моя точка зрения Нормальная То, что мы здесь сидим Это уже о многом Есть два рода пессимистов Не просто пессимисты Вспомните Те же Голубые тетради Горького, допустим А пессимисты Или, допустим, Есть Воинствующие пессимисты Вот я, наверное, Больше к вторым отношусь Стараемся Что-то делать Стараемся петь, жить Стараемся Ну как вот Если так просто сказать В шутку Моя любимая поговорка Это Чтобы понять жизнь Наверное, нужно В один день С утра выпить в подъезде С мужиками Потом слетать в космос В обед Потом вернуться И вечером это дело обмынет И тогда ты что-то поедешь Ну вот так примерно Знаешь, такой русская таска Вот все вот Американцы Спросят французы Я об этом долго думал Я нашел ответ Для себя Это когда печаль и радость Одновременно Вот сцена то же самое Одновременно Только мы можем это понять А тебе и смешно И тоскливо Одновременно Вот это тоска Действительно Как? Почему? Ты же Те хлопаешь На тебя глядят Вообще У тебя тоска Как это может быть? Может Сцена Большой труд Большой труд Поэтому Мне очень трудно Допустим Сегодня он здесь будет Не знаю Спеть Потому что я не готов Вообще Это очень серьезно То есть Требует Вот 25-го мы дали концерт И группа готовилась Три месяца К этому концерту Просто готовились Готовились морально Физически Наразительно То есть Не просто так все А когда ты выходишь Так как бы Как в туалет Знаешь Стряхнул Задернул шеренку Получил бабки И свалил Это неправда Это не сцена Сцена Это Это тот Кусок правды Находясь В котором В объятиях Которого Этого живого Куска Правды Ты просто Нужно просто врать Не имеешь права Потому что Иначе Ты просто говно Полное По жизни По всему Просто Вот и все Поэтому Всегда сложно Быть честным Сам ты знаешь Все мы Любим лагать Мы не можем Говорить Не умеем говорить Правду Я бы так сказал Ну Это мягко Я жестче К себе отношусь Сказать правду Трудно? Очень Особенно Самому себе Так Теперь Особо опасный Мокус Нет Прошу Удариться КОНЕЦ Мне 38 лет В принципе Мне кажется Что тебе 60 Мне кажется Что 17 Чего ты тебя знаешь Супримарко Да Ну Не знаю Родился На Клыме В поселке Ягодном Шесть лет Мы оттуда Уехали Слава Богу Уже Родители Жил На Кавказе А на Клыме Гулаг Как бы запал Все-таки Или слухи О нем Понятно Что как бы Не Мне эти парни Нянчили Как бы В детстве На коленях Конечно Я все это Как бы Гулаговцы Да Знал С молоком Матери Конечно И в общем-то Когда пошли эти книги В общем-то Они мне мало что открыли Потому что я В общем-то Все это знал И отсюда И отсюда Может быть Такая интонация Несколько В песнях Поэзии Я видел эти лагеря И Потом приезжал На Клому Мне было 18 лет Там работал В Зеленомышском Морском порту Докером Болтался По Клыме Целый год Потом А запел Когда Мне нравится Я говорю Боян Не знаю Что мне Черт Дернул В общем А за песни Да Было это в Уфе В 85-м году Я был антисоветчиком На статью Придумали 90 прим По-моему Клевета 90-91 Да Клевета Такие дела Ну то есть Как бы да Но ностальгии нет Никакой На самом деле Потому что Время не будильник На самом деле И для меня Люди Которые живут Прошлым Они все-таки По-своему Злые люди То есть Их Вот эта ностальгия По-прошлому Их делает злыми В конце концов Последние четыре строчки Которые вам больше всего нравятся Из тех Что вы написали Мрачное створение Очень В скользкое будущее Трудно Попасть Голосом Как голое тело Достать Из бездомной Проруби Прошлого нет Но растут еще Ногти и волосы И похоже Порой На летающих крыс Белые Голуби Так что Такой боблер Я вам сказал По Чечне Я написал А были в Чечне Тоже И пел Нашим ребятам Ужасно? Бля Январь был Грозный А Это когда все бомбежки Что-то я нигде не читал Про это А я как бы это не афишировал Но вообще сейчас пишут Сейчас я уже говорю об этом А месяца три-четыре Я вообще не мог об этом даже говорить Это же настолько Это все Печально Сейчас как бы уже Какое-то время прошло Все-таки А поехали зачем? Ты мог бы убить, разбомбить Вообще Моги попасть случайно Зачем? Один священник хорошо сказал Который там был Разделить горе Может быть Может быть Очередной раз За самим собой Много Я не знаю Был порыв Просто как обычно У меня бывает И все То есть Я как бы Мало думал То есть тут как бы думать Это Ну у меня чехта характера Вот такая есть Иногда очень мало думаешь Просто Да А дальше все пойдет Как фирменом кино Куплю машину я Обои и тревог Общественной забот Сам посреди бью Посадят за столом Как своего судью Юра А вообще Вот это Отношение твое К музыке Сегодня Какая музыка Современная А какая музыка Несовременная Ну Мы говорили об этом Не современная Мертвая музыка А современная Живая Всегда Вот Недавно был Печальный юбилей Владимир Семенович Высоцкий Он всегда будет Современным Потому что Ну потому что Это всем известно Потому что Действительно То что он Делает сейчас Высоцкий Сейчас Да Делает сейчас Это так же Свежое и сильное Как он делал Это вчера И так же Будет свежое и сильное Как он будет делать Это завтра Абсолютно точно Класс Ну а скажем Бетховен Современный композитор Конечно Седьмая Седьмая Моя самая Любимая Просто Она настолько Современная Просто Сказать нечего И вот я Депутат И вот на боль Ваях Хочу Седьмая 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 Ну время есть И время Это Форма Жизни Какой-то Просто Я постоянно О нем думаю Твое время Ты ощущаешь Свое Своё Нет Нет Или просто Дано Вот это время Ты должен В этом времени Прожить Да Нет Но я не хотел Бо ни в каком Другом жить Это точно Как бы Я просто Прекрасно Представляю себе Что В любом времени В прошлом И будущем Будут Будут Те же проблемы Во-первых С одним собой Во-вторых С тобой С обществом Окружающей средой Государством С этой травой Зеленью С этими букашками С этими воздушными шарами Совсем на свете Просто Одни и те же отношения И они мне нравятся Поэтому Я бы не стал Строить Какую-то машину Времени Чтобы там Принестить Потому что Человек В принципе Не меняется Потому что Что-то Какие-то волны И каким-то Грандиозным Приливом Просто Новые Юные души Просто Вот Земля Она висит Так в космосе Это прилив Вот Пошел прилив И души Юные А там Отлив Это прилив Душка Ну прилив Он всегда Он в общем-то Если ты видел прилив То есть он Сор То Все А это То Вместе Мы Какие-то Красивые вещи Совершенно Выбрасывает На берег Ну Этих вещей Очень мало Их нужно искать Ходить по пляжу Очень долго Нужно искать А тебя тоже Выбросил прилив Да Естественно Тоже Как и тебе Чего вы хотите Так честно Я? Честно? Да Стать поэтом Стать? Поэтом Еще не стал? Нет Я только учусь Да Это честно Точно То есть не миллионером А поэтом Нет Я жду просто этого От себя От своих друзей То есть Мне кажется Когда ты Находишься Как бы На границе То есть Астрономы Хороший термин Придумали Терминатор Граница на луне Меже светом И тьмой Вот На этой границе Постоянно То Все очень Остро чувствуешь И Это помогает Писать Песни Творить Жить Просто Небанаренно Как-то Меже светом Меже светом Меже светом Меже светом Меже светом Стоит которая сзади вашей, за спиной вашей, могучей, за широкой спиной, она сейчас вся, так сказать, угощается, так говорят по-русски. Да. И угощается она, потому что угощаете их вы, насколько я понимаю. Да. Почему? У нас есть ресторан, который называется «Адоминикус». И когда к нам обращались, помочь в осуществлении, скажем, вот, этого мероприятия, ну, мне сказали, что у нас есть ресторан, мы можем помочь угостить гостей, которые будут в этом мероприятии. И, ну, потому что идея самого мероприятия нам понравилась. И мы решили, так сказать, стать спонсором и кормить их, которые... Ну, а что вы знаете про измайловский сад? Вы меня обрастите. Вы из какой страны? Я из Нигерии. Из Нигерии. Что вы знаете про измайловский сад? Вы понимаете, вот, время такое, что люди, которые имеют прекрасные идеи, стараются их общаться, даже не имея для этого финансовые ресурсы, скажем так. И каждый человек не может про всё знать. А мне всё время хочется помочь Нигерии, вот, например. Да. Я всё время слышу о Нигерии, что там не так хорошо, всё прочее. А вы помогаете России. А Нигерии? Когда я поехал, я приехал сюда, когда мне было 20 лет. Понимаете? То есть, я протеста скажу, что я здесь вирус стал мужчиной, скажем так. И я даже больше знаю, скажем, в Санкт-Петербурге лежать даже в Нигерии. Потому что 20 лет, что можно ожидать от спальни. Понимаете? То есть, это как бы становится домом, местом работы, местом проживания. И когда я вернусь в Нигерию, то есть, я туда буду всё делать, для того, чтобы я помочь тем людям, которые меня окружают, в том городе, в котором я живу и работаю. А в России не страшно вам жить? Нет. История, такие могучие плечи, нет? Нет. Ну, почему? Говорю, что вук боится, лес не ходи. Говорю, что в Казахстане есть. Махарания. Спасибо. Продолжение следует...